Ранним утром ребята оздоровительного лагеря «Солнышко» Тимоновской школы усердно делают гимнастику. Впереди обязательное мытье рук и сытный завтрак. Жесткий распорядок дня, говорят педагоги, учат детей быть дисциплинированными. У наставников 60 подопечных, за которыми не так-то просто уследить. Ребята разных возрастов, с первого семи лет и пятый класс, конечно, очень тяжелые. Мы их разбили на группы. Один отряд у нас «Улыбка» называется, второй отряд «Неугомон». Все время пребывания детей в лагере расписано по часам. Ежедневно проводятся уроки музыки, всевозможные кружки, познавательные беседы. Мы каждый день играем на стадионе футбола. Это наша любимая с Женей игра в спорте. Мы им сейчас занимаемся. У нас уже чемпионат области идет. Играем, нравится. Орегами у нас. Вчера проходил такой кружок. Мы делали истребители из бумаги. И потом шли на стадион и запускали, устраивали соревнования. В лагере «Солнышко» можно даже вздремнуть после обеда. Но, к сожалению, некоторых желающих пробудить здесь до конца дня, родители забирают после обеда домой. Мне мамы записку пишут, что я здесь не спала. Я так хочу поспать. А вот ребятам из спортивного лагеря на базе лицея номер один спать некогда. Вся их лагерная жизнь состоит из сплошных тренировок. Первая смена, включающая около 200 человек, это ученики футбольного отделения и спортивной аэробики комплекса «Авангард». Тренировки каждый день, два раза в день. Утром, потом обед, отдых. Вот почему? Чтобы восстановиться. И после обеда снова тренировки. Ребята надеются, что спортивный лагерь, созданный при Комитете по культуре, делам молодежи, спорту и туризму, позволит им добиться новых побед и найти здесь товарищей по спорту. Много с кем подружился. Много в авто сбил, много участия было. В лагере планируешь найти много друзей или уже все знакомые? Ну, хочу побольше чуть-чуть. В июне Комитету по народному образованию удалось отправить около 200 юных солнечногорцев в лагерь «Спутник» на Азовское море. Детей-сирот из коррекционной школы и интерната Берсеневского детского дома путевками обеспечивает Министерство образования Московской области. Дети-инвалиды будут отдыхать в воздравительном лагере «Незабудка». Комитет по соцзащите по традиции организует этот лагерь. И точно так же по традиции, опять же, по многолетним же традициям, комитет по социальным вопросам организует отдых детей, закупает им путевки детей из малобеспеченных семей. К сожалению, ни один муниципальный загородный лагерь в Солнечногорском районе в этом году не работает. Оздоровительный лагерь «Лесная поляна», принимавший в прошлом году солнечногорских школьников, сейчас закрыт на ремонт. Кстати, разговоры о том, что его продали, оказались слухами. Строительная фирма «Мегакомплект» заключила с руководством лагеря договор аренды. Взамен строители должны провести здесь реконструкцию. Мы с ними заключаем договор о том, что они ремонтируют котельную, восстанавливают, частично восстанавливают, вот они сейчас вы видели, сантехнику все меняют, затем они ремонтируют бассейн и частично водозаборный узел. Если подобное взаимное сотрудничество с подрядными организациями позволит достичь желаемых результатов, то таким же путем, считают специалисты комитета, можно восстановить и другие солнечногорские загодные лагеря отдыха.